он ученый говорил да все нашел да да сейчас у меня тут партийное задание вот по сути не понимаю зачем людям знать калорийность 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 продукта да да он это у меня сухпайки тут стоят наш на военном складе работа начальником склада и вот блять сейчас написал мне полкаш типа блять а сколько у нас вообще калорийность нашего сухпайка чтобы когда еду сжигать быть сколько тепла будет выделиться ну да понимаешь вот то есть до этого люди не заморачивались а когда у меня куча дел блять они заморачиваются по вот этим мелочам но видимо полкаша просто где-то въебали поэтому он типа сейчас прощит тебя сейчас ему блять фотку сделаю чтоб потом мне мозги никто не делал ты копишь фотку сухпайка сделать ну я с него и делал не себя шуму блять фотографировать закрывали там рука а он уже видел но не рука он видел видос короче я сидел у меня тут рабочий комп есть старая машинка правда блять я заказал этот начальству новый вроде как должны привезти тогда я еще и с работы играть буду блять вот тогда пизда нахуй быстро дофармер 5 проф тогда со склада украдут абсолютно все закупайки которые можно не у меня что мой рабочий стол прямо на складе на сумму у меня склад блять если ты его видел нахуй ты бы прихуел алло парни сижу на коробке вот и короче а так и я короче сижу видос смотрю подходит этот полкаш такой что ты там смотришь я говорю да видос смешной а это понял короче видосу в группе вк там где запись наша дозы и руда ты его смотрел или не бля посмотри обязательно я короче смотрю мы били тогда лодки бота залетел к нам доза ну и собственно я ему он говорит типа я вот скидываю все горку я инжу тело игру почти доза игру так ты же обещал мне руду кобальт саранит титан ты сказал ты мне все накопаешь он такой первый вопрос который мне понравился он такой сидит сидит молчит пол я че бухой был что ли не говорю да нет ну ты говорил что ты трезвый был он да ну ладно а слушай ну ладно мне тут эта фича зовет паралка я пошел пиздец мы там ржали он просто слился пацан вот и короче я смотрю этот видос воружу сижу он подходит что ты смотришь видишь ты смеюсь я говорю да там видео он да показывай но ему показываю такой а что это за игра я говорю это world of warcraft он короче это ладно а чё там делать надо даже там галдишкой помогу он зарплата у меня позволяет я говорю да нет там голда там это внутриигровая валюта он а где ее брать я говорю убивать монстров он не нахуй не буду играть ну такой палка шум не будет вроде как современные но в то же время ему порядка шестидесяти семи наверно или семидесяти летний парня у вас еще софт влк есть или нету пока нету сейчас я это куда ну в ролка только за холипала ой бля не не идите с ним пацаны а какую-то вторую триньку сделал сметкой и змейка даст меткость ну такое лучше пейцо купил сходил бы на ивент и купил себе яйцо за 200 лет потом куплю если надо но как-то мне дырки вот эти получше будут смотреться мне так кажется для конечно придумали мне с этим рецептом я перебил уже всех мо всех много сколько рецепт стоит наука о чем мы вступить не можем что там такое куда мы не добили еще больше я такой уже думаю не такой но если есть кто-то возле алка могу дать название но как просто зайду и летом и посмотрю науки смотри но я недавно прихерил тут цены на рецепты конечно конченые вот на ювелирку там самый простой рецепт это подвеска и загадкова щита на 125 апаешь себе до 150 просто 25 пунктов блять одним одной шеи вот этой делаешь и все этот рецепт покупается в 1000 игл и блять они скупают у моба по одной голде а науки этот рецепт стоит 480 голды ну значит ничего не помню что на старте по 500 продавал где как это работает у этого вендора в день обновляется рецепт там раз в пару часов раз в два раз в два с половиной часа у него рецепт подожди ты хочешь сказать что кто-то будет реально покупать до ночи мы просто себя покупают таймер засекают и выходят и через два с половиной часа заходит просто покупают и выходят и выставляют на 4 рецепта купил ты да но я в тупой я просто лока там заходил на лока хоп есть купил нету нету и поскольку продавал по 500 а также лунные поляне поляне для энчантеров точно так же в шатрате для звать от кого я ходил возможно от меня щас перезайду фоне рецепт или про динозвание формула чар для оружия тире интеллект а вот по сути можно найти за относить блин я не знаю покупать ли себе ты 7 на жреца мне она то особо не надо в плане я на жреца не особо хочу играть ну а ты чё решу на мага пересаживать пока что нет мне этому да надо подкопить потому что у меня ну у меня бисовые шмотки для данной для данной ситуации поставим только грудак там нужно с сокетами найти и осталось ты 7 то есть все кроме груди и грудь уэски 25 это бисовая все мне нужно каким-то кем ты на данный момент вот будешь играть грубо говоря в двадцать пятку кем ты будешь смотри я щас одену холипала или и ретрика ну то есть у меня холипал будет мэйном он уже там ну я спросил что у нас по состоянию в гильдии то есть классов и прочего говна помню ты влад вроде говорил то что дека нужны да но потом это конец ладно слава отговорил или что-то мне сказал там для слава кстати вот у меня идея есть не про товара делать не буду да не я не захочу тебя про товаром заставить играть я я вчера взял вот обманиного он только там начал играть он задонился там неплохо я вчера ночью взял видео быстро его в студию на второй отдел и отправил короче предлагаю тебе сделал хорошими закончится не не только не только лифио короче у нас реально очень большая проблема на данный момент с вдк да я тебе сейчас подожди ты не слушаешь вообще ты дослушай мое предложение потом говорить в общем и в целом зачем нам по сути фадыка если нам профитнее гибрид танк не скоро не скоро сделаю да при чем тут ты вообще алё у них альманах есть а у нас у нас придется так терпеть при чем тут ты я вообще то о себе говорю ты хочешь пересесть на дк я не говорю что я хочу пересесть на дк я говорю что я могу пересесть на дк если такая жесткая то как бы можно не просто я бы дк себе по любому хочу выкачать потому что ну большую часть времени все равно я любил играть именно за гибриды почему ты играешь теми же классами которыми я люблю играть ну это ты у меня идею спиздил а не явно ты по любому знаешь что у меня канал по любому смотрел и просто один в один повторял блокнотик живит и такой так слава вкачал это так значит следующее цирк качать там друи друида нет я на я на циркуле просто переиграл за всех и на офе вот у меня основные персонажи три на офе было когда я начинал это у меня был про товар это был гдк и это был мишка это было три основных персонажа которыми я там играл помимо три персонажа на сервисе и на циркуле и везде но на циркуле я тебе уже вчера говорил у меня порядка сорока персонажей там до сих пор блять висит выбирай любого блять полтора процента шанс дропа вы че ну а ты как хотел нету корченалки этого рецепта ну видимо еще никто не выбил я даже не удивлюсь если его не выбивают музыкистов нету не на типа это чарка но можно и дорого продавать в принципе она на 30 интеллект бустит это неплохо на 30 интеллекта вначале на вначале на хопала эти так скажу это чарка даже грубо говоря на ближайшие полгода это минимум ну и продавать ее блять по 200 по 300 голды все да и причем по регам она не затратная да там полетенал источник по моему и все как бы там особо никаких проблем нету с добычей таких регов проблема просто выбить рецепт это подождите кто тут у нас влад сидит и слова да нам нужен в статик холи пал потому что слава что-то вкачал холика кто-то еще там осте диссис тэдис как их там нет это мой вот но это у него основа да и холик тоже зачем вам холики ну смотри я говорил что нам холики нужны это я говорил когда когда еще не появилась та же варлайк когда еще был панацея в гильдии и так далее то есть я понимал что нам под нашу 25 вкладку нужен холипал в итоге появляется варлайк я не знаю вот нужно в первую очередь я свое уже говорил сегодня мы уже не первый раз здесь сидим я уже говорил что надо пообщаться с ней будет она играть не будет если она будет каждый вечер на рт то как бы холипал у нас появился все если она то будет то ее не будет то понятное дело нам нужен второй персонаж холипал который будет постоянно ну там очистки какие-то с розочки да я просто смотри ну я играю 24 часа в сутки понятного это говно и я могу доделать до конца мага то есть но у меня есть такая штука ну доделаю доделаем а мне осталось куски 4 куска собрать и все я считаю доделывая мага вон сегодня слава на газ десятку поведет иди мага может выпадет т4 я вроде закрыл все рейды за мага я ничего и о о к даже закрыл не не в о к я даже в десятку не стоит там в жопу не надо мне страшно туда ходить до хули там страшно мы вон вчера с первого троя закрыли в о к десятку и у меня такая реакция это да ладно серьезно как у меня супер удача мы когда там о к 25 типа трое сделали один когда все полегли на драконах или два там трое сколько сделали у меня просто ну вот первая фаза ну не первая фаза когда мы на драконов только упали секунда проходит лопаются четверо или сколько трое вот настолько это круто было ни дбм ничего не сообщило то есть ну я даже щит не успел нажать за комбо поинт ну смотри для этого вон фала закрепил вам скачайте все вот этот кусочек дбм а это именно под маликас его скачайте да да просто в папку с аддонами запихни вот эту папку скачаю и папку с аддонами запихни у тебя включится дбм под маликас и там вот реально когда он тебя берет в таргет у тебя посередке экрана пишется маликас уставился на вас вот когда тебе это написала у тебя есть четыре пять секунд чтобы настакать два комбо поита единичкой и прожать пятерку это щит вот ровно у тебя есть пять ну четыре пять секунд где-то приблизительно потому что у меня было такое и вчера и на том когда когда мы закрывали у меня было такое что я только слил двойку у меня нету раги от слова совсем и тут пишет маликас уставился на вас я такой блядь успеваю у меня откодешивается этот реген он не регенка рага я успеваю накинуть два стака кидаю на себя щит и выживаю да у меня там мало хп он успел по мне чуть продамажить да и хер с ним но ты выживаешь выживаешь соответственно тебя могут прохилить тебя могут прохилить соответственно ты дамажишь дальше самое главное еще поставьте не знаю какой-то аддон для отслеживания как объяснить вот есть эксперу есть льву и ну обычные барки обычные как ну да и фреймы вот вот смотри у меня получается как я на боссе вижу сколько мои дебафы по времени будет висеть только свои дебафы я убрал отслеживание всех остальных и я вижу сколько по времени секунд еще будет висеть моя дота от двойки на босса которая вешается на драконе фишка в чем что там надо ее постоянно обновлять чтобы она настакивалась потому что за один стак она дает по нему полторы тысячи урона а извините в десятке у него остается 4 ляма если каждый будет давать по полторы тысячи урона ему ну это такое как бы это херня ее надо максимально настакать у меня максимально было на прошлом кд но у меня тогда два трупа было по моему это двадцать четыре стака на этом кд вот вчера я настакал 20 то есть это он получал уже не полторы а тридцать тысяч только от меня если каждый вот так вот будет настакивать и дамажить то понятное дело что дпс вы дпсом задавите и не уплете в бирсу там вот именно загрузка в том что тебе нужно отслеживать время которое висит на малегасе твой дебаф и во время его обновлять помимо не надо закликивать единичку просто нон-стоп ее клацать как многие делают там просто вот единичку клацнул две секунды подожди еще раз клацнул еще раз подожди еще раз клацнул три стака набрал двоечку кинул ждешь пока стаки спадут потому что там бывает такая штука что ты настакал три стака т.к. там надо держаться на макс ранже от босса ты держишься на макс ранже сливаешь двойку И пока она летит, если ты еще раз с единицей плюнешь, то она вроде как четвертый комбо-поинт пошел, но по факту обновляет дотку за три комбо-поинта. И один комбо-поинт у тебя уходит в пустоту, его нет. Меня слышно вообще? Да, да, да. Все, хорошо. Бывает, вылетает, и я думаю, блядь, еще походу опять сам собой разговариваю. Не-не, интересно послушать. Вот, там вот именно надо вот за вот этим всем контролировать, следить, там не надо закликивать постоянно, не надо себя хилить, абсолютно не надо. Там двух хилов на десятку хватает. У меня вчера было два хила, один из которых был первый раз, он вообще не понимал, что происходит. Так что по факту там у меня вчера хилил один человек, и он спокойно все выхилил на драконе. Второй, он только пытался, там подхотывал все, и вроде как пытался четверку сливать, массовую прохилку. Но по факту там хилил только шамик у меня. Вот. Там просто надо вот к этому придрочиться, и босс закрывается на и. Потому что я вчера пошел с двумя новыми людьми, которые там, дисп там был, дисприст, а вот бам, там его вообще не было ни разу. И как бы закрыли нормально. Поэтому надо просто пробовать, надо сидеть, троить. Вот мы посидели, получилось на прошлом, когда на этом пришли, и вообще с первого троя он лег. Как бы закрывать этот контент можно, его даже, я сказал бы, не можно, его нужно закрывать. Потому что чем быстрее закроется этот босс, тем как бы быстрее начнем закрываться в 25-ке. И чем быстрее начнем в 25-ке закрываться, тем быстрее мы сможем приодеться все. Как-то так. Смотрите. Так, ладно, с вами хорошо пошел я считать. Приветствую. Вечером зайду, Слав. Короче, это, напиши мне, как ты там соберешься в нас. Радость лечу. Ага. Ну вот, глянем, может подлечу. Ага. Ага. Осzeniu. Ага. 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 Продолжение следует... 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 Не... Ну да... До РСКИ... Потому что я во время того, как моя гильдия на ХТРС закрывала, я ливнул... Ну не из гильдии, а типа из игры на месяца два, наверное... А там уже и закрытие сервера словик 3-го... Ну вот... Так что я могу релить абсолютно всё... После ульды... Вплоть до РСКИ... То есть это Карагерка... Ну... Ну не знаю, круто не круто... Потому что, наверное, таких как я много... Но... Ну... В плане... В плане того, что помощь пригодится, возможно... Потому что у меня вот плюс 4... И... Рейли, скажем... Владовские... Вот если, допустим, 21... Это уже у меня, блядь, час ночи... Ну да... Вот... А с Шумским ещё как-то более-менее посвежее буду... А так... Да как мы с тобой, когда там до 6 утра ты сидел... Ой, уродский босс... Ну что, какие лапы и у зайца... Блин, я что-то вообще соскучился о Пукаре... Гер... Не знаю... Нравится мне вот этот... Ну, этот... Ну... Зумели в Рейд... Через текстуры капли идут... Угу... Хе-хе-хе... Абель... 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 Он ж... Уже ходил в Рейды, да? Не... Не, его набрали вот... Когда не добирался... Рейд 2... чата добрали а это недавно которые закрывали келли до варьи до келли ну да 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 это который с этим там где панацея был вот эти да оттуда нет с вечернего раньше а позже это влада рейд вот он в тот рейд игрался а помогал получается шумскому я обоим помогал ну то есть я свой закрыл на маги и шумского помог внутренне накинул бы мне не дал я дал неплохой дпс кстати наш пашнике сейчас у меня еще девять человек прибавится так что со сборами еще проще будет еще проще будет еще 9 человек придут это которые не спрашивай который хотя людей знает так вот на циркуля не просто какой-то ну был и аж там родил тоже них слова слова везде ты пробовал на сирусе меня меньше знают на циркуле побольше ну просто сервале кто переходил на сирус они вот пан вот конкретно с паном на на сирус и познакомиться ох вот знал бы ты как я рад что тут можно купить за лады куски потому что я думал ну во первых я думал что это возможно из то что столько людей сками бегают то есть там все под фул забиты то есть там ты 700 ловый у половины сервера я думал в смысле что так много по закрывала и это сейчас вообще столько моих проблем уйдет с дпс и со статами и хосты добавится думал фаера сделать но че-то что-то не хочу смот перебирать заново слава когда-то за холика пойдешь и тиралка заново ну типа не знаю воду стою конечно немножко не знаю пойду не пойду я бы на май я бы на маги подлетел знаешь типы подлутать надо чтоб тащил еще кто-то нормальный от аргариус не будет он правда но я говорю он празднует эх где все танки а у вас занята ничего на танк за дт ну да я его часто видел на ваге то что он добьет альманаха надо можно будет попросить он же там этот гибрид или кто гибридом вообще сложно держать могу пачки да не знаю там я знаком с китова которые вы тернул до он гибриде играют так вроде спокойно танчу все так то можно я тоже танчу трудновато пешки на каждого на это да то что там агро идет от 3 л.п. получается ты даешь или сколько и и все да блин вот играл бы всю жизнь танками если бы понимал вообще за этот класс как он работает я за всех танков за 4 я вообще не могу разобраться то есть для меня слова танковать это что-то феноменальное потому что я такой ну наносить урон это еще ладно это да да а как танки чем они набирают это агро как вообще зло работает а это я знаю там от хила от всего нет нет вот именно способность она вроде бы мало урона наносит а коэффициент угрозы которую она генерирует она увеличивает а то есть у таких классов как но типа бдк а вот эти все там у них усиленная набор агро ну помимо усиленного награ у танков все есть еще такое понятие как если ты кастуешь заклинание и встаешь в мире зону то ты генерируешь сто тридцать процентов по крайней сто процентов вот здесь это срабатывает с дкшником и получается такая фишка что он танкует вроде бы как в плотную стоит а лпшка это заклинание получается 130 процентов плюс еще коэффициент бешеный стойки льда идет на эту лпшку но он как бы не ничем не уступает как бы способностям паладина вара мишки только приоритеты у всех разные способности вот у мишки по агронабору трепка с увечьем 3 показала у про товара у него все сложно у него миллион тысяч кнопок и где пацанаты одновременно еще и урон наносить его самая топ по агро это реванш на удар щитом на первом месте идет самое большое количество агро потом идет реванш примерно рядом с сокрушением они примерно равны там отличается чуть-чуть со всех протопала насколько я знаю там какой-то удар тоже щитом блять и вот эта тарелка она мощная которую на три цели сало дает однако же парирование у меня танчит или чем то есть у кого-то то пар мора там и даканабур это все не то это ну математика не нужно для нас нам нужны всего лишь цифры выносливости вот это вот армор читал я много много форумов всяких гайдов читал по поводу того как же танк какой же охуенный танк должен быть как же его сделать вот они там типа вот да там танки собираются в уклонение парирования и типа ну все равно есть какая-то грань где вот это уклонение парирование будет во вред это типа собрал кап ну не кап не кап 91 процент парирования господи попал лопнули не просто представляю ситуацию ну слышал но не скажу тебе точно вот если ты напомнишь что возможно это уменьшение полезности характеристики с увеличением ее количества а ну это ну типа как смысле нет это не капу димишинг и кап это разные вещи ну то есть подожди вот диме нишин да это типа уменьшение полезности статистики после если ее если увеличить дай вот если я слишком много так скажу не нужно много но ты постоянно увеличиваешь например у брони есть диме ниши броня смотри но браня которая отображается от иконки где мы смотрим на персонажа она показывается для 80 уровня и когда мы там набираем 40 с чем-то там косарей брони пишет 75 процентов типа но это неправда боссы они 83 уровня и как брони против боссов 49 с чем-то короче как-то это странно на объяснение про это почитать как я понял типа это то же самое что гкд ну не не то же самое это эти так со своей точки зрения говорю вот ты говоришь про армор да про защиту или что-то там то есть у есть капхаз ты допустим на аркане то есть чтобы в гкд уперлась там ты сейчас 1400 1100 что-то вроде такого и то есть ты вот собрал если ты больше соберешь что она у тебя идет в молоко то есть никуда то есть и не нужно у тебя упирается в гкд и тебя считай лишняя характеристика там тот же крит был бы профит на таком плане понимаешь это глобальный кулдаун ну да да он по умолчанию полторы секунды полторы до полторы секунды то есть один максимум что можно сделать это глобальный кулдан в одну секунду и там определенное количество хосты под это все подделывается вот так и дело в том что сама хоста сама хоста характеристика она подвержена ну вот тогда я разобрался что это такой жесть еще деминишинг это когда ты даешь фир первый раз 10 секунд второй раз 5 секунд третий раз 3 секунды а 4 раз не восприимчивость простыми словами ты мне сказал у меня в голове это все конвертировать фу конвертировалась фразу привыкание иммунитет так что шмот танков он хоть и с угонением с парированием но камни в коем случае нельзя такие ставить они про то что камни ставят только на выносливо стерпить уже начитался про это ну как бы есть нюансы связаны с мастерством например не мосту тоже ставят когда у тебя не декап насчет мастерства тоже много чем могу рассказать славя никогда в жизни на танка не сяду что ты мне расскажешь давай ригой нам 22 до 2 стал шоуку с утгард блин ну и за сколько мы что и управились во сколько мы сели два часа назад но это больше двух часов всегда полтора будет скорее а тут по времени наверно даже пока там пойдешь босса убьешь туда сходишь там через глазик обратно но у нас же дакашники сейчас быстренько пройдем сквозь пламя так сказать что-то дальневосточников тут много вовсе заметил бильдитом прям вообще кошмар кто-то набирают в дальневосточную гильдию очень часто видел а ты откуда ну да у тебя скупит лишь 4 я считаю такое время что удобно и стиль не сильно играть с москвой конечно ночью приходится ну да и это еще зависит от режима то его удобно тебе или нет да я сова мне удобно играет вот почему-то за давай надо кашлите проходите Как же вар все-таки стильно выглядит Виллхаммер, знаешь, что попробуй Вот есть заклинатель, моб такой Который на себя пламя вешает Ты не подбегай, не дамажь, а подожди немного И посмотри, когда он начнет на себя Эту парашу кастовать И рывком сбей ее, станом Сейчас где-то вот после этого коридора Это будет с кем Для там и панацеи сбор идет Цена анархии Ну, у него гильдия Что там РТ в субботу Накс, воскресенье, ОС, ОК 15.00, ПМСК, ДДР, ДД, Рога, ШП, ДЦ Чарки Там прям вообще фатю Это его гильдия, да? Да я хуйся Заклинатель рун, да? Он уже кастанул А, вот эту надо было сбивать, ОК Так я вроде кулаком могу сбивать Можешь кулаком Можешь станом Можешь кулаком Можешь кулаком Рывком Ооо, отлично Типа, в идеале ты можешь двум сбить Пока бежим, типа, увидишь, кастует Сбил рывком И видишь, вторая, типа, в пачке есть Хоп, переключаешься на нее Она начинает кастовать И есть, биваешь Вот эти, типа, вега скилл Прям, ё-моё Ну, вон эти петухи Обозначил, получается О, вот эти вот, уроды Ну, так, например Ульда в марте будет, или когда? Ну, говорят, в марте Надо будет интервью посмотреть у Изича Ну, как руки не доходят Что за интервью? Ну, там с разработчиком или кто там Сирусом общался Отвечал на вопрос Так, алло, я вернулся Мне там предложили по РМТ шить немного Слав, видел? Слав, тут? Да Был рецепт Что за рецепт? Да, блядь, я ж линковал, блядь, вам в гильдию еще минут 30 тому назад Ты выбил рецепт? Да У нас, у нас это, по-багет Ааа Смотрим, ГТ Да и, блядь, с какой? Ну, типа Так это вообще супер удача Крусава Я, получается Короче, с третьего раза его выбил А, да? Иди в казино, прямо сейчас выключай вовшен В казино иди Я тебе отвечаю Можешь хату ставить Да это же мою Блядь Ну, не, мне так в жизни не сильно везет Уж поверь Не, слушай У меня Вот мы Икс-3 Когда Карл Герр ходили И Карл У меня ролл Ну, я не мог заролить себе Т4 куски У меня ролл не превышал 4 Это уже стало каким-то приколом Вот, ну, именно ролл на печеньки эти Я понял, я понял Каждый ролл 4, 1, 2, 3 У меня не выше было То есть На другой шмот там 100 Чуть ли не 150 Уже ролл скол Блядь, мне интересно Престы болезни снимать умеют? Нет Престы магию снимают Блядь, да ну на А как так не умеют? Ну, траха Ну, спроси у них Смысл Ну, чума Друиды Нет Чуму, чуму снимают шаманы И этот И друиды Проклятие Чума это проклятие Пало это вообще все снимает Да Так, ну Так, щас камбэкну Да я буду за ней, проклятие это проклятие Тут на лечении есть чума Она болезнь, ее снимает Прист, паладин, шаман Друид не снимает Тогда это магия Оно уже зыбало Зеленый медведь как-то не устраивает Хех, бля А на острове я еще Ну, типа не был Не смотрел, что там Рецептов еще нету, да Как я понял На профессии Тоже не видел Наверное, шмот А Тедис, конечно, блядь, будет рад этой новости Какой? Ну, пал ты так Лейн тучарка А, это чарки Он еще будет рад, что с ним будет второй Холли Паул хилить Ладно, так-то она не дешевая, парни Че, дорогая? Да Так-то она примерно не получается, щас скажу Так, с ракет С ракет Где-то 180 голды В смысле? Так это же дешево Ну Ну, вот так вот Я понимаю За чарку 180 голды 180 голды То есть это примерно 400 По 400 его можно где-то продавать Но за 400 я не знаю Хотя, блядь, купят за 4 Линкани Линкани еще раз, пожалуйста Купят, да Купят, 400-500 нормально Он скинул линк Ага А, ну так реально Я думал, она какие-нибудь там Э че Как их Нет, кристаллы, да Ну там, получается, два радужных осколка идет А не по 18 голды И вот эта великая фуарная субстанция Она по 14 голды за штуку Ну это бисовая чарка, да? На Инту Да Да Ну нету больше на Инту на оружие А поскольку... А ты продаешь, ну типа в ЛФГ орешь? Ну, да я только выбил этот рецепт Ну, как Не, я имею ввиду вообще Типа продаю ли я этот... Да нет особо, нет Зачем? А у меня хватает голды Я он... Я покупаю ОД За ОД иду, блять Покупаю камни Вот И потом просто Я за эти камни перекрафчиваю И кидаю их в ювелир Вот И все И у меня там получается, грубо говоря С десяти камней Я выигрываю себе там где-то Ну я не знаю, блять Сколько, ну Может быть Плюс 2к голды Как когда Расскажи 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 Вот, кстати Продавец ОД Покупщик Продавец В чем профит? То есть, ну подожди Как эта система работает? Тут Смотри, допустим Смотри У меня есть тысяча ОД Я тебе камни покупаю, да? Да Ты мне покупаешь камни, которые я заказываю Я иду на аукцион, допустим Смотрю, какие у меня есть рецепты на камни Иду на аукцион Смотрю, какие самые дорогие Самые ходовые камни То есть Это СПД Это скорость Это меткость Паладины Однокнопочные Это Это, блять Сила То есть, ну Типа Заказчики бывают разные Некоторые ищут на пинетру Но, блять Ну это, ну типа Раз в неделю ты можешь найти Поэтому, типа В основном Типа покупаются сначала Камни, которые самые ходовые Меткость Ну и сила Да, меткость Скорость Сила заклинаний Угу Ну и И получается Потом 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 Ты, получается Допустим Находишь чувака, который тебе продает АД Ты ему говоришь Иди мне там, блять Ты ему говоришь Иди мне покупай там 10 царских янтарей Он тебе идет Покупай 10 царских янтарей Ты ему 3к голды Ну, соответственно Соответственно по курсу там Поскольку ты покупаешь Я покупаю 1к3 Просто есть мразь асура Которая постоянно демпит цену Вот То есть, ты идешь Покупаешь Допустим у него И потом Просто вот перекрафчиваешь себе в ювелирке Вот На вчера Один камень к рейтингу скорости Стоил 500 голды То есть, ты уже выходишь на 2к в плюс А Извини Получается Ну, ты условно Ему за 3к Покупаешь 10 камней А Потом Потом Ты их Благодаря ювелирке В свои Ты можешь сделать там 5 на скорость 5 на меткость То есть, ну, типа Вот Допустим на меткость вчера стоили по 498 На скорость по 505 Все И выкладываешь за ту цену Просто за которую тебе надо Просто Очень сильно Да Просто очень сильно науки демпят цены Очень сильно И есть люди, которые бы Ладо там бы демпили на голду На пол голды Типа Все равно большинство пользуются аукцинаторами Покупая через аукцинатор О И все А так есть люди, которые на 10 сразу скидывают На 20 И соответственно Чем больше людей Тем больше они и скидывают О То есть, допустим там Ну, вон он, видишь чувак Допустим вон в чате пишет Ювэлла Лавпм То есть я могу ему сейчас написать И допустим за каждую огранку Я возьму Он допустим дает мне там Пять камней ему надо сделать За каждый камень я возьму У него по 50 голды за огранку О То есть, ну И все Вот так вот по чуть-чуть По чуть-чуть Я допустим сначала заработал деньги Все эти бабки я вкинул в ичант Я просто возле этого стал Возле аукциона И вообще никуда не отходил Я просто за бабки Которые я заработал на ювелирке Просто кинул все в аукцион Но Но допустим на вчерашний день У меня было У меня камней лежало на аукционе Где-то примерно на 1015 голды И на руках у меня еще была десятка Вот То есть я себе вчера взял полетку за 5к Потому что начался этот остров Типа и я понял что надо будет много летать Вот Ну он видишь продам Он пишет вон продам очки доблести То есть типа А у меня А у меня просто этих 8 камней на интеллект Которые висят на аукционе Их просто никто не покупает Вот И типа я не могу сейчас никоим образом купить ОД Ну я понял Кстати вот этот чел Асура Или как ты его назвал Который бы инфекционный да? Я видел его Я знаю Это этот шепешник Не шепешник Ну я знаю Ну у меня вот Именно моих У меня сейчас 7300АД У меня на Шумском сейчас 7300АД Блять Откуда? Опа Шотнуло Ну я их Ну типа Очень редко типа меняю Вот допустим Вчера вышли эти шеи 226 Я пошел выбил себе 2 шеи Одну на танка вторую на хила Старые свои в итоге Взял распылил Получил с них Кристаллы эти пропасти На энчанте Вот и думаю Ну все круто В итоге потом админы Понерфили эту всю штуку И мне пришлось заново За ОД идти покупать себе Потому что Шея на танка оказалась хуже Чем продается за ОД Вот И все Поэтому Ну типа я его особо не трачу Типа я Жду Следующего Контента Когда откроются Добавятся новые Эти человечки Ну вендоры С Продаж Все И потом сразу же Один То есть Ну типа свое ОД Тратить Ну такое Сейчас тем более С этим ивентом Ты пошел на этот ивент Заработал 300 И за день за то Что ты закрываешь все ППГ Еще плюс 500 Ивент этот будет длиться Две недели То есть Теоретически В день ты можешь сделать Восемьсот плюс ОД То есть Десять дней Это уже восемь тысяч Восемь на четыре Шестнадцать тридцать два Вот То есть Тринадцать тысяч Ну короче Тем более говорили Что в марте Будут открывать Ульду Там двести двадцать шестой Мне кажется С Ульдой откроют Какого-то еще одного вендора Там допустим Уже с двести тринадцатым шмотом Потому что всего там вендоров пять стоит Вот Поэтому может быть Откроют еще какое-то одно Да и все Там должны быть рунические сферы Кстати Слав Не подскажешь На острове Сейчас какие-то камни Продаются По 150 ОД Типа Вот как Для ювелирки Там рецепты сразу продаются Но рецепты там слабенькие очень К тому же есть рецепты? Да На ювелирку Вон продам 450 ОД Хочешь быстро Сейчас забери Я просто не могу Я сейчас блять кое сделаю Вот сейчас когда закончим Варилка Блин это Крутой заработок На острове Это на самом деле Это не крутой заработок Это я бы назвал Больше заработок Для ленивых Вот То есть Ну типа Нету Это вот видишь смотри Это сейчас Асура не пишет ничего Типа если бы я писал Сейчас купал все ОД А так в основном Мы с Асурой постоянно блять Конкурируем И то есть Вот видишь Вот смотри Я сделал 8 камней Получается Они у меня там лежат На грубо говоря Там на 4к голды И все И они просто лежат Их никто не покупает У меня 4к голды Просто в воздухе Вот А так Если хочешь Вот там нормально зарабатывать Ты берешь Качаешь Какого-то паладина Или ДК Выкачиваешь ему просто там Ворку Или собирать Или там собирать Дрову Или вообще Или друида качаешь Птицы Вот И летаешь Просто собираешь Там убил там 1 или 2 часа в день Походил Пособирал эту травку Ресурсы На аукцион закинул И все А трава не покупается В нормальном количестве У меня Чтоб ты понимал У меня Личи цвет И Ледошип Ну у меня вкачано травничество На фул И что не покупают? Слушай У меня было стаков 20 Личи цвета А помните 20 стаков И там сколько это в голду Она в начале стоила Ну наверное Недели две назад Да Это было Она стоила по 400 За стак А сейчас она под сотку что ли Если не меньше И то есть Я даже ставил за 400 Увидел то что цены вниз Рухнули И какие-то дебилы Я не понимаю Конченые просто Ставят ниже цену Ну потому что Стоит 400 Их скупают Почему бы не оставить такую цену Нет Поставим сотку Чтобы ну типа веселее стало Типа быстрее Да И короче И вот они у меня лежали Я пробовал ставить В течение недели Да В той Прошедшей недели Ну прошлой недели Никто не покупал Ни за низкую цену Ни за какую цену Языки Аспида Еще ладно Они покупаются Лотосы это все херня Они очень быстро скупают Все понятно Ну языки Аспида по моему Не накравшаешь нужны там Да Быстрые эти Препоты которые быстрые Их скупают тоже у меня есть но у меня алхим к фуловая практически на фуловая там осталось рецепты смартского докрафтить и все и у меня травничество я думал ну сейчас короче остров откроется я лотоса в себе соберу до этих скверны или как они называются и вот при под и буду делать то есть настоять ну пока что нету ничего да и лотос я попродавал мне там на профу нужно было я не знаю просто на траве зарабатывать ладно еще горка она очень требовательна не требовательно на нее справа ювелирки еще плюс идет до он же просеиваешь ну не знаю это же тогда когда мы были в нахсе в двадцать пятки если не ошибаюсь дозы или как он там приходилось там бля перцевал что бля я могу скинуть скрида сюда бля думаю бля иди там ну типа где-то дальше ну я же я просто мне хватает занятий типа чем чем вот это бегать еще копать руду какую то есть за люди которые там типа блять хотят они бегают там полностью день убивают даже я сейчас делаю пусты допустим на острове потом пойду закрывать ппг себе спокойненько потом пойду с ребятами в нас быстро схожу поэтому я же у товарища с там еще предложил парам тэшить вторым окном будущее рам тэшить привет ребят не я просто не знаю на чем зарабатывать я зарабатываю сейчас но в данный момент на извечках у меня знаешь что у меня вода лежит два стака на аукционе и никто не покупает раньше она стоила по сотке была самой дорогой этой извечкой а сейчас она самая дешевая получается так у меня примерно сейчас в банке лежит в районе 40 этих ледяных шаров где-то примерно 45 кристаллов пропасти с энчантинга ну то есть типа и я это никуда не деваю на просто себе лежит типа мертвым грузом и все то есть если мне там надо как ну особо мне много голды не надо я вот скупил допустим воды у меня холода закончилась я сразу быстро камни из меткости и в скорость передел наук их выкинул я знаю что у меня хотя бы разберут там половину за день я знаю что какие-то там тысяч восемь голды я там и и все и постоянно скупаю а ты же не думаешь что от это же вот так вот быстро продают некоторые люди там за 900 воды можно купить себе эти запястья запястья они только при надевании то есть много людей за 900 покупать запястье и выкидывают их на аукцион вот и просто их кидают на аукцион но и все поэтому за типа да есть вариант того что у тебя купят эти запястья но то шутя купят камни быстрее это как бы . процент но опять я жюри попадаются уроды которые просто ну скинь ты блять на пол голды на голду скинь типа ты на камни и все и ну типа у тебя заберут и сразу меня он просто скидывает получается на голды 10 на 20 после него чувак скидут еще одета на пятерку и в итоге ты допустим этом ставлю ночью потому что я там ухожу спать и знаю что с утра люди зайдут и начнут покупать себе камни и в итоге ты заходишь с утра у тебя не купили ни одного камня не понял ты заходишь на аукцион и смотришь ты ставил по 500 а камни уже там по 350 и ты типа бля серьезно и ты ставишь их за 350 этих мгновенно раскупать да это это ну вот такие люди я не понимаю чё им и меньше золота нужно меня а можно вопрос камень стоит 100 д правильно цена у д 335 ты хочешь 1 5 продать конечно технику такая такая так все так все абсолютно продают и все так все абсолютно есть камни просто которые не пользуются спросом то есть ну ты же не забываешь что типа ну допустим если не есть рынок вот чистая экономика есть рынок он открытый ты в нем как бы ставишь цену но полтора раза больше и это неудивительно просто по поводу руды хотел добавить там бруды вот все что собирается ну кроме кожи самое оптимальное чтобы не летать там целый день как ты сказал создаешь тнк находишь зону которую ты хорошо знаешь ну или если у тебя есть от атлас лут и после каждого рестарта заходишь на 10 минут от обретаешь ее выходишь продолжаешь дальше играть в принципе если попадаешь на два-три рестарта то у тебя есть полтора-триста к ну как повезет не морочь видишь но я не понимаю вот с травой вообще дилема потому что ну вот я тебе говорю у меня сельки дело зельки зельки на аукцион зель а это не выгодно это не выгодно условно там в два раза цена цена на траву ну допустим там два языка спида чтобы сделать быстроту и туда если тебе не прокнет 800 раз на первое что ты не окупишь а с моей удачей извините я сначала как например с кожей делал покупал обычную бориску